Так, секундочку, я хочу вам кое-что сказать, то что это вторая часть этого ролика, так что вы можете посмотреть первую часть этого ролика вот здесь вот, она идёт всего лишь 9 минут, так что не бойтесь и смотрите. Ладно, начинаем вторую часть. И что теперь нам нужно дальше? Но дальше, к сожалению, может для многих нам нужно сделать скрипт. Бля, сейчас расхватим. Возможно, сейчас для многих будет очень тяжело и непонятно. Нихуя, непонятно, бля, нихуя. Но это нормально, потому что программирование нужно учить, да. Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. Мне вообще похуй, мне вообще похуй, даже дверь открыта. Вообще похуй, ё. Вообще похуй, абсолютно. Вообще похуй. Вообще похуй. Мне вообще похуй. Да мне похуй. Остановите. Ну я, конечно, попытаюсь что-то объяснить, но не ожидайте то, что вы всё поймёте. Короче, идём в наш Project. Здесь мы нажимаем правую кнопку мыши. Нажимаем Create. И здесь мы выбираем C-Sharp Script. Называем его, как хотим. Я назову его Game. И создаём. И переходим к нему. Вот у нас всё запустилось, короче. Мы здесь видим два метода. Метод Start вызывается при начале жизни объекта. В общем-то, вот он как бы заспавнился. Метод Start вызвался. А метод Update у нас вызывается каждый кадр. Апдейт нам сегодня не нужен. Мы его удаляем. Вот так вот. Метод Start нам сегодня нужен, но пока что мы его оставим в покое. В общем-то, что дальше? Ну а дальше, для начала, давайте объявим переменную, которая будет отвечать у нас за текст. В общем-то, она у нас будет паблик. То есть, она у нас будет видна в Юньке. Это будет текст. Но для того, чтобы у нас не было ошибки, нам нужно добавить новую директиву. В общем-то, эта директива называется UnityEngine.UI. Она у нас отвечает за пользовательский интерфейс. В общем-то, назовем ее текст. И что дальше? Дальше мы сделаем такой метод, который у нас будет вызываться при нажатии на кнопку. Ну, в общем-то, назовем его, в общем-то, назовем его, в общем-то, назовем его майнинг. Ну, то есть, типа майнить, да. И, во-первых, мы сейчас добавим новую, еще одну переменную, типа int. То есть, число без запятой. Короче, оно у нас будет называться coins. Также прошу внимания, то, что оно у нас не паблик, то есть, его не будет видно в Юньке. И что дальше? Дальше мы добавляем еще одну новую переменную. Да мне похуй! Она у нас будет публическая, типа int. И будет она у нас отвечать за то, сколько мы будем, как бы, прибавлять коинов за один клик. Короче, называем эту переменную coins.click. И здесь просто к нашим коинам, с помощью такого вот оператора, мы прибавляем coins.click, то есть, число коинов за клик. Дальше мы обращаемся к компоненту тексту, потом к его свойству тексту. Да-да, не удивляйтесь! Да, не удивляйтесь, то, что там два текста, это как бы из-за того, что вот он сам текст, да, и вот у него есть также свойство текст. То есть, здесь мы обращаемся к самому компоненту, то есть, вот сюда вот, а вот здесь вот мы обращаемся уже к свойству тексту, то есть, вот сюда вот. Короче, приравниваем его к нашим коинам. И также еще не забываем сделать из наших коинов, то есть, из целочисленного числа строку, то есть, просто наборы символов, потому что текст хранит набор символов. Короче, кстати, да, я вот тут еще вспомнил, то, что у коинов число запятой, да. И, короче, чтобы нам это сделать, нам нужно просто поменять тип int на float. Как бы int это просто целочисленное число, а float это как бы число уже с запятой. Так что меняем на float. Окей, давайте проверим то, что у нас получается. Но для начала нам нужно повесить этот скрипт на какой-нибудь объект, так что берем, перетаскиваем этот скрипт, допустим, на нашу камеру, вот сюда вот. И на этот скрипт мы перетаскиваем наш текст. И также ставим значение для клика, то есть, сколько мы коинов будем прибавлять при клике. Вроде, если я не ошибаюсь, вк прибавлялось вот столько. И также еще нужно кое-что сделать, это перейти на нашу кнопку майнинга, здесь перейти на наш компонент button, найти здесь вот такую табличку с событием on click, то есть, это событие вызывается, когда у нас нажимается кнопка, в общем-то, нажимаем здесь плюсик, перетаскиваем нашу камеру со скриптом вот сюда вот, Дальше, тыкаем вот сюда вот, выбираем здесь наш скрипт, это game, и ищем здесь наш метод. И мы здесь его не можем найти. И как бы из-за чего это происходит? А это из-за того, что мы просто в нашем скрипте не указали на нашем методе public, так что это нам нужно сделать. Не забываем сохранить наш скрипт. И теперь здесь мы можем выбрать наш метод. Вот он, майнинг. Окей, в гоу проверять, тыкаем на нашу кнопку, и у нас прибавляется один коин. Тыкаем еще раз, тыкаем еще раз, тыкаем еще раз, и вот так вот, короче, можно делать. Окей, что дальше? Ну а дальше давайте уже ведем в работу наши ускорители. Для этого нам опять, к сожалению, нужны скрипты. Да ты заебал! В общем-то, переходим в наш старый скрипт game. И здесь мы добавляем новую float переменную. Назовем ее boost, то есть ускорение, да? И как бы, что дальше? Дальше мы возьмем наш метод start и сделаем из него куратину. Ну, что такое вообще куратины? Куратины позволяют делать какое-либо действие через определенное время. В общем-то, например, каждую секунду прибавлять к нашим коинам по одному коину. Ну, или, допустим, там каждые 5 секунд спарнить врага в какой-нибудь там игре. Ну, в общем-то, давайте сейчас покажу, как это сейчас мы все реализуем. В общем-то, для начала мы объявляем цикл while и пишем в нем true. Че это вообще сейчас значит? Че ты хуйня, блядь? Короче, цикл while с параметром true будет выполняться до бесконечности. Да, это жестко. То есть, весь код, который здесь будет написан, будет все выполняться и выполняться, все заново и заново и заново. В общем-то, че мы здесь пишем? Мы пишем вот такую вот фигню. Uyelt, return, new, wait for seconds. И здесь мы указываем время. В моем случае это будет 1 секунда, потому что в ЭК-коинах там все ускорители работают по 1 секунде, так что мы так и сделаем. Короче, вот 1 секунда у нас прошла. И через 1 секунду мы просто прибавляем к нашим коинам вот таким вот способом наш boost. То есть, наше ускорение. Как бы boost это сумма всех всех ускорителей, которые мы покупали. И как бы вот эта сумма прибавляется к нашим коинам. И дальше мы, как и в методе майнинг, мы просто возьмем и приравняем к тексту наши коины вот таким вот способом. То есть, мы просто возьмем, переведем наши коины в символы и приравняем к нашему тексту. Теперь нам нужен мезо для покупки бустов. Ну, или ускорители, как хотите, в принципе, короче. Пишем паблик, чтобы мы его могли найти в Юньке. Дальше мы пишем void, то есть он у нас будет не возвращающий. Дальше пишем имя. Допустим, buy boost. В параметрах пишем мы ID-шник, то есть ID ускорителя, которого мы будем покупать. В общем-то, здесь мы делаем проверку. Если у нас коинов больше, либо равно цене ускорителя. И теперь, как нам найти цену ускорителя. В общем-то, мы сделаем сейчас такой публический массив, в котором будет состоять вектор 2. То есть, что это значит? То, что в этой переменной будет 2 числа. То есть, то, что нам и нужно. Короче, сейчас все поймете, если вы что-то понимаете. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. В общем-то, смотрите. Так как вектор 2 содержит 2 числа, то первое число будет отвечать за цену, а второе будет отвечать за ускорение. Короче, здесь мы проверяем то, что наших коинов больше, либо равно цене буста, которого мы покупаем. То есть, вот таким вот способом мы находим буст, который мы покупаем. А точнее, его цену. То есть, смотрите. Вот этот массив. Здесь мы просто пишем ID. Мы там в Юньке просто вот найдем этот массив здесь. И здесь мы размер этого массива сделаем на 5 единиц. То есть, здесь у нас будет всего 5 бустов. На каждый элемент мы напишем цену. И здесь вот ускорение. В общем-то, вот так у нас получается. Окей. Переходим опять к нашему коду. И здесь просто мы как бы обращаемся к этому массиву. Вводим здесь ID-шник этого буста. То есть, у этого буста ID-шник 0, у этого 1, у этого 2, у этого 3, у этого 4. То есть, у этого 0, у этого 1, у этого 2, у этого 3, у этого 4. И мы обращаемся к X-у. То есть, к цене. То есть, вот сюда вот код X. Мы обращаемся к цене. Вот мы проверили нашу цену и что дальше. Ну а дальше мы должны, собственно говоря, вычесть эту сумму. Мы берем наши коины. С помощью вот такого оператора мы вычисляем из наших коинов цену ускорителя. Вот так вот. И теперь нам нужно его получить. Короче, берем нашу переменную Boost, которая у нас отвечает за сумму всех ускорений. И просто прибавляем к этой переменной Y, то есть наше ускорение. То есть вот это вот значение. И потом мы вот в этой куратине это все используем. Вот тут мы берем и прибавляем наш Boost каждую секунду. И после чего мы передаем это все на текст. Окей. И теперь давайте на каждую кнопку сделаем метод ByBoost. Идем к нашей первой кнопке, то есть к курсору. И ищем здесь компонент Button. И нажимаем здесь плюсик. Сюда мы перетаскиваем нашу камеру, потому что там у нас находится наш скрипт. Выбираем здесь наш скрипт Game. И ищем здесь метод ByBoost. Пишем сюда наш ID-шник. Но нам уже писать его не надо, потому что Юнька уже автоматически выбрала здесь 0. А так как у нас это первая кнопка, то у нее ID-шник 0. Окей. Переходим ко второй кнопке. Делаем все то же самое. Только здесь мы уже пишем цифру 1. То есть ID-шник у этой кнопки будет уже 1. Окей. И так делаем со всеми остальными кнопками. Окей. Вот я все сделал. Теперь это все дело можно проверить. В общем-то у нас сейчас 0 коинов. Давайте их сейчас намайним. И заметим то, что у нас появляется вот такой вот баг. Ну что это, блядь? Сейчас мы его исправим, не переживайте. А пока что давайте проверим функциональность наших ускорителей. Короче, берем, покупаем наш курсор за 30. И у нас пошли манятся ВК-коины. А в общем-то это работает, это уже хорошо. В общем-то, как исправить эту проблему? Тут все просто, короче. Дело в том, что тип float у нашей переменной, которая отвечает за коины, она довольно-таки неточная. То есть, что это значит? То, что она дает нам большую оптимизацию. Но за счет этого у нас теряется точность у нашей переменной. И как бы float нам не подходит. И следовательно, мы его должны заменить на что-нибудь другое. А этот другой является тип дабл. Он у нас как бы точный и он нам подходит. Так что мы берем его. Ну и теперь мы тыкаем на нашу кнопку и у нас все работает без лагов. Отлично. Что дальше? Ну и конечно, как всегда, абсолютно все комментарии попадают в следующий видос. Так что, прямо сейчас можно написать и попасть в следующий видос. Ну конечно, коммент должен быть не хейтерским. Это, я думаю, и так понятно. Также, конечно, тыкайте вот сюда вот. Да. И можете заценить видео про то, как я делаю игру про Рикарда Милоса. Да. Вот сюда вот тыкайте и заценивайте. Ну и как всегда, с вами был Хифейк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok